Дневной разворот Сегодня мы продолжаем эфир, который был вчера, программа Урбан, где гостями были глава Кировской администрации Илья Шульгина, губернатор Игорь Васильев И два часа Урбана были посвящены тем преобразованиям и тем планам, которые должны быть реализованы к 650-летию нашего города Напоминаю, что это 2024 год Не так, что много времени Да, совершенно верно Насколько я понимаю, Антон и Анатолий, вы слушали эфир, который был вчера Да Собственно говоря, поэтому вас и пригласили, его уже предварительно обсудили Я вижу, что здесь мне в фейсбуке уже пишет Николай Пихтин, который тоже его слушал Я процитирую его комментарий чуть позже Но обо многом нам сказали вчера главы В частности, была названа сумма, которая необходима для тех проектов, которые вот сейчас обсуждаются в городской администрации 120 миллиардов рублей Кроме того, ранее, уже еще до этого эфира, город нам говорил о том, что необходимо делать ливневую канализацию Поучаствовать в проекте «Чистое небо», убрать провода под землю Все еще идут разговоры о концессии, о ремонте теплосетей Это все, что находится там под землей Но были названы также и какие-то преобразования, которые там, да, на поверхности земли должны произойти То, что вы услышали вчера в прямом эфире, то, о чем говорили губернатор и сити-менеджер Как вы оцениваете, какие у вас после этого возникли ощущения? В правильном ли направлении вы считаете, они мыслят? Антон На самом деле, можно разделить все вот эти вот планы желания на две части То есть, с одной стороны, это ревизия того, что у нас уже есть Ревизия всего городского хозяйства И вообще, в принципе, наверное, такая деятельность по устранению тех недостатков и проблем Которые являются системными, по сути дела И не имеют на текущий момент своего решения Во многом из-за того, что очень затратные по финансовой части То, что касается ливневой канализации и других проблем Я думаю, что вот это направление должно стать приоритетным В любом случае, потому что, если много сейчас говорится о комфортной городской среде То, безусловно, без решения этих проблем такой средой она не станет Потому что, когда проходит дождь, то по улице просто невозможно идти Это всем известно, это банально Вторая часть – это какие-то более абстрактные планы Связанные с мекапроектами Типа проектов новых пешеходных зон Каких-то больших институций Типа оперного театра и так далее Концертного зала Кампус университета Здесь это уже более, скажем так, дискуссионный вопрос Потому что, действительно, в сегодняшних финансово-экономических условиях Социально-экономических вызывают большое сомнение Что на такие глобальные проекты сможет раскоцелиться бюджет Что областной, что федеральный И, ну, если там лично мое мнение То мне кажется, что лучше было бы сосредоточиться на первой части То есть основу Да, то есть действительно Многие на которых стоим, так скажем Юбилей города – это всегда очень хорошая возможность Посмотреть на то, как мы развиваемся И, действительно, сегодня ту среду, которая есть у нас в городе Комфортной ты никак не назовешь Потому что, действительно, когда люди по 3-4 месяца сидят без горячей воды Когда они могут ходить по улице из-за того, что там реки Гигантские реки воды И невозможно просто пройти Когда, если там мусорный коллапс мы наблюдаем Очень жесткая санитарно-эпидемиологическая ситуация И постоянно, как один из критериев Почему эта проблема не решается Звучит финансовая ситуация То, действительно, вот если эти проблемы были бы решены К юбилею города, это был бы великолепный подарок населению Потому что, действительно, от того, как эти сферы у нас В каком они состоянии находятся От этого зависит и настроение людей, по сути дела Потому что это то, с чем мы сталкиваемся каждый день То же самое касается и вопросов транспорта Городской инфраструктуры и так далее Ну, а то, что касается мегапроектов То здесь еще тоже очень важный момент заключается в том Что то, что существует сейчас В каком состоянии это находится То есть, допустим, у нас же есть пешеходная зона Это говорится о том, что новую пешеходную зону нужно сделать Но существующие пешеходные зоны Они не наполнены никаким смыслом То есть, условно говоря, в каждом городе есть пешеходная улица Каждая улица имеет свою концепцию То есть, допустим, у нас есть пешеходный квартал Но что на нем происходит? В принципе, ничего У нас есть площадка вокруг филармонии, большой парк Но там нет ни одной лавки В течение всех прошедших лета Там даже велопарковка, которая стояла в филармонии Так вот улетела, пропала У нас есть нижняя набережная, на которой ничего нельзя сделать Кроме того, как ходить туда-обратно И на самом деле, если Те зоны, которые сейчас, они Неэффективно как-то вот и существуют Что говорить про глобальный проект Допустим, пешеходная зона Как вчера говорилось во Врагах Как она будет содержаться? Как она будет содержаться? Кто по ней будет гулять? И на самом деле, это очень сложный, мне кажется, вопрос Потому что то, что сейчас есть Этого уже недостаточно Потому что все условия для того, чтобы эти зоны функционировали, существуют Но как-то к ним, видимо, мало внимания Или нет идей каких-то, чтобы они развивались дальше А надо ли свои мысли, которые возникли после прослушивания предложений? Как раз это и было озвучено Что понимание, что просто утопить деньгами Все это недостаточно Что надо это делать более качественно Потому что и реализация тех проблем, которые Антон сказал Которые есть и реализация в прошлом году Кольцевского парка показывает, что Сколько бы денег в регион не приходило Лучше не становится, а местами даже хуже И это было вчера озвучено Я это услышал и меня, в принципе, довольно сильно обрадовало Потому что ведь мы слушали не только мы, но и чиновники Которые, в принципе, потом начинают выполнять эти все поручения То есть там был очень важный посыл Что надо начинать делать правильно И еще, насколько я понимаю, раз та сумма была озвучена На таком высоком уровне их не озвучат Просто так, значит, уже какая-то договоренность есть И, значит, и деньги Если не 120, то хотя бы 100 миллиардов, они уже точно будут Ну, я так Перекидываю, да? Сам принцип траты То, что было описано, что будем именно все просчитывать И делать правильно А потом только брать деньги Для меня это важно Тем более, по сравнению с предыдущей администрацией Которая вообще эти вещи не озвучивала Меня это очень сильно порадовало Ну, мне хочется для понимания Такую справку дать Что такое 120 миллиардов рублей Это примерно три бюджета региональных За три года В год у нас 40 с небольшим миллиардов И это примерно 12 бюджетов городских Если исходить из того, что в город У нас 10-11 миллиардов рублей А насколько вообще реально такая сумма Будет выделена В вашем понимании вообще Это какие-то действительно реальные возможности Получить имеются Или это пока просто запрос какой-то Который А о чем говорил губернатор? Это активные федеральные программы Потому что я думаю, что многим непонятно Вообще, насколько это реально Сложно в это поверить Мы такой вопрос вчера задавали И комментарии губернатора как раз включили В том числе и в новости Я тоже могу процитировать Что он сказал Мы назвали проект Киров 650 Я даже цифру могу озвучить Что нужно для полного счастья Тарелочку с голубой каемочкой Хорошо было бы, если бы на ней лежало 120 миллиардов Это помогло бы нам сделать То и другое и третье Дальше он говорил о том Что невозможно получить все 120 миллиардов сразу И мы будем бить это на части И рассчитывать на то, что они придут Я его спросила про то Что есть большая конкуренция Между регионами и городами У многих за это время пройдут юбилеи Все будут стоять в очередь в федеральных кабинетах За этими деньгами Есть ли у нас административный ресурс Ты слушал, Володя, программу? Конечно Что сказал губернатор? Губернатор в свойственной ему манере Сказал, что все будет хорошо Ну да Я и не ожидала, что мы получим конкретно вопросы Ответы, что все документы подписаны И там у меня все схвачено И мне доверяют, мне все сделают Но уверенность они транслировали в эфире И то, что озвучена была сумма Это большой риск Когда так говорят Потому что не озвучиваются суммы Чтобы потом их не исполнить Чтобы потом тебе предъявили претензии Что вы где ваши 120 миллиардов Вы этого не сделали Если Васильев говорит так То вероятно уже Только вероятно Уже какие-то договоренности есть Ну мы же знаем с вами, что деньги в стране есть Потому что с вами у нас средний регион Это же Казань Недавно пришел чемпионат мира Один из городов улучшили И мы с вами лично, по-моему, два года назад были на Московском форуме Где сидели там Сбербанк, ВТБ И говорят, у нас денег очень много Мы не знаем, куда тратить Где регионы с их проектами На инфраструктурные проекты У нас, кстати, оба этих больших банка Монстра и Сбербанк, и ВТБ Что-то не отличаются большими вложениями в городскую инфраструктуру Потому что нет проектов, нужны проекты и будут деньги Совершенно верно Они так и говорили Давайте нам проекты Вообще это всегда очень забавно Когда говорят, у нас очень богатая страна Мы получаем сверхприбыли из нефтяных доходов и так далее По факту просто всегда возникают вопросы о грамотном их распределении Потому что, когда я читаю новость о том, что на реставрацию купола Капитолия в Кубе На Кубе выделяются какие-то безумные 200 или 300 миллиардов 620 миллионов Или там сколько-то Вообще колоссальные суммы А в России в это время горит уникальный храм Несколько миллионов на ремонт приказной избы в городе Кирове Одного из самых старых зданий Сразу возникает вопрос, что нам дороже Наша страна, наши какие-то ресурсы, материальные ресурсы Наши святыни какие-то Или какие-то абстрактные геополитические интересы Никому непонятные и никаким образом не ощущаемые Поэтому это очень большой вопрос И вчера тоже говорилось о том, что и в плане городской среды В плане реставрации зданий Тоже какие-то суммы, они же не такие на самом деле большие Это не миллионы, не миллиарды Но будем надеяться, что может быть этот вопрос удастся решить Хотя бы к юбилею города Потому что вспоминаю, что когда был юбилей 600 лет В 1974 году То там действительно шел ремонт зданий И вот приказная изба, по сути дела, была тогда ведь отреставрирована Есть ощущение, что с 1974 года В принципе, к ней уже никто не притрагивался Потому что в том виде, в котором она была В том она и осталась И это очень грустно Ну вот в целом, что касается федеральных средств То транслировали вчера главы уверенность Что они смогут их получить Но также было отмечено с этим менеджером Ильей Шульгиным Во втором части Урбана Что необходимо работать с инвесторами Необходимо использовать механизм ГЧП Мы с вами знаем прекрасно Мы это тоже неоднократно обсуждали и здесь в эфирах И на различных других рабочих группах Что механизм ГЧП в Кировской области, в городе Кирове абсолютно не разработан Не включен Хотя, как мы увидели вчера, эти планы есть Как они будут реализовываться, даже сейчас предсказать невозможно Поскольку вообще нет никакого опыта Мы сейчас прервемся на полминуты И с вами пройдемся по отдельным проектам Которые вчера все-таки были озвучены Были озвучены и обсудим их И при этом у нас есть номер телефона 211-101, прямой эфир Это разговор со слушателями Дорогие слушатели, 5 лет, если не брать уже, да 18-й год, 5 лет остаются до 24-го года Что должно быть сделано, на ваш взгляд За это время, за ближайшие пятилетия Конкретные предложения Давайте на этом сегодня сосредоточимся Не будем вспоминать, как раньше было Иначе мы уйдем полностью Ну и также можно проанализировать вчерашний эфир, Володя Вчера в час этот посмотрели больше 8 тысяч человек Поэтому анализ, я думаю, наши слушатели тоже могут дать Поехали дальше Анатолий Курбатов, координатор движения «Красивый Киров» Антон Касанов, автор проекта «Пешком и поведки» Хотим устроить и устраиваем обсуждение Такой общественной вчерашних инициатив По поводу празднования 650-летия города Я сейчас задумался, а сколько нам с вами будет через 5 лет? Ой, не надо, давай Не надо задумываться Давай примем звонок от слушателя 211-101 211-101 Алло, добрый день Добрый день Добрый день Представьтесь, пожалуйста Меня зовут Казаков Роман Николаевич Роман Николаевич, давайте конкретные предложения, времени мало Да, у меня, значит, два предложения Во-первых, наверное, к этой значимой дате Давно пора уже вернуть нашему городу его на настоящее название Рядка Это много говорилось еще 30 лет назад И во-вторых, нужно все-таки наш город Идеологически Мне лично неприятно, что на улице 60 отеков Сталина с Молотовым и бюсты Сталина продаются в магазинах Ясно, спасибо большое 211-101, номер нашего телефона Вот я боялся, да, что всплывет неминуемо эта тема А чего ты боялся? Эта тема всплывет, всплывала и будет всплывать На мой взгляд, она вносит Суметит все Мне вчера в эфире не совсем было понятно, почему Шульгин озвучил, что вот все вот преобразования, они начинаются от Ильямского проспекта и идут в сторону Вятки Как будто у нас нет юго-западного района как бы Может наоборот, от Вятки и на запад? Нет, 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 как раз Шульгин вчера озвучил в проектах И мы рассматривали предварительные предложения, потому что не все Илья Вячеславович озвучил, с чем он пришел Серьезную вещь, которую он нам представил, это развитие микрорайонов, вернее районов Он сказал, что в каждом районе города будут построены многофункциональные культурно-развлекательные, физкультурные объекты Если это не целиком какой-то хаб будет, то обязательно должны быть серьезные спортивные площадки Включающие в себя и площадки для подростков, и вы были инициатором таких площадок, как воркаут Он говорил, что в каждом таком районе должен быть бассейн, и это запланировано Он говорил, что в каждом районе район должен пополниться школой Если не музыкально, то школа искусств такой И даже сказал, что возможно здание бывшего первого роддома на Энгельсе тоже будет превращено в такой объект Но это, насколько я понимаю, необходимо решать с правительством Совместные какие-то действия по передаче этого имущества То есть развитие микрорайонов в этой части он озвучил Можно вернуться к звонку, на самом деле я считаю, что это мнение имеет место быть Тем более, что в основе этого мнения лежит такое понятие, как региональный патриотизм, как любовь к своему городу Я не вижу здесь ничего плохого, потому что можно праздноваться к Сталину, к Ленину, к Молотову Но, тем не менее, город у нас он такой Мы все равно всегда будем говорить о том, что вятка не вятка, Киров не Киров и так далее Но здесь еще вопрос заключается в том, что обычно к юбилейным датам происходит еще не только изменение городской инфраструктуры, строительства, еще чего-то Но и какие-то символические вещи Потому что, допустим, в 1974 году был построен дворец пионеров-мемориал С большим количеством символов внутри него И это был шаг не только в прошлое, чтобы напомнить о прошлом, но и в будущем Потому что это был подарок детям И я думаю, что все равно всплывет вопрос о том, какие символические вещи произойдут в нашем городе к юбилею Какие-то памятники, объекты мемориальные и так далее Может быть, действительно, стоит подумать в этом направлении Поставить памятник, наконец, Ивану Получичу Рушину, Сергею Александровичу Лобовикову К каким-то еще важным людям Потому что в последнее время эти какие-то у нас арт-объекты, которые строятся, мне они лично не нравятся Поставили, допустим, на набережную эту рамку, там что-то семейные какие-то ценности По-моему, это совершенно бездарное что-то и непонятное То есть в этом направлении, я думаю, что все равно придется думать в любом случае И лучше бы это было сделать грамотно Да, что, какие символические жесты будут произнесены Это хорошая история, потому что, конечно, администрация, занимающаяся хозяйством, думает прежде всего об этом Я совершенно, Антон, согласна, что об этом нужно думать И мы как-то даже этот вопрос особо не поднимали ни разу Нужно его разрабатывать Спасибо за то, что нам напомнили, что это очень важная составляющая Сделаем какие-то отдельные эфиры и встречи, по крайней мере, будем инициировать Постараемся это и сделать Ну, надо подумать серьезно, конечно Это правда Потому что, может быть, это не первоочередной вопрос, но он тоже важный, согласитесь Потому что через памятники мы транслируем какие-то ценности Вот, пожалуйста, вам пример, который совершенно свежий, недавний Спор большой дискуссии по поводу памятника царской семье Посмотрите, какой широкий общественный резонанс он вызвал Поэтому очевидно совершенно, что такие вещи, конечно, людям важны Давайте обсудим отдельно еще объекты, которые были вчера обозначены Например, и губернатор, и сети-менеджер говорили о том, что обсуждается И уже была встреча с вузами строительство студенческого кампуса Николай Пихтин пишет мне в Фейсбуке Он тоже вчера слушал эфир Он говорит, что это классное дело Студенческий кампус, на мой взгляд, было бы замечательно, говорит Пихтин Под него отдать площади бывшего Квату, ну, или пустой квартал Спаская-Дериндяева-Герцена Что там находится за этой стеной? Водохранилище, куда там находится? Там водохранилище? Там довольно маленький, маленький город Это такой стратегический объект Стратегический объект Но территория Квату до сих пор под темным покрывалом находится И мы не знаем, что там будет Концертный зал тогда делать в тюрьме СИЗО-1, на МОПРО, на Острожный Да, ну, давайте про студенческий кампус Все были студентами, все были молодыми Как вы считаете, насколько это важная составляющая современного города? Очень многие города за границей В частности, США, да Там есть целые студенческие города Вот, я подписан на Алену Тихову, это Дода Пицца Да в России таких полно, например Там городок, 5 тысяч населения и 45 тысяч студентов То есть у них там И сразу же, это же спортивные все вещи То есть там у них профессиональная команда Баскетбольная, футбольная, американский футбол И движуха, это деньги Это, ну, это то, что Это такая идея, которую, в принципе, можно реализовать Потому что у нас таких примеров в России мало Вот еще, может, Томск только Как город студентов можно назвать Новосибирск Новосибирск все-таки академически То есть там именно студенты там уже дальше идут То есть научные институты исследовательские Я верно понимаю, что это тесно взаимосвязано С планами развития нашего опорного университета, да? Он называл, Василий вчера называл Четыре наших вуза Это может быть точкой роста Четыре наших вуза Университет поднимал этот вопрос по поводу кампусов Они как раз поднимали вопрос по поводу территории Квату Поскольку там через дорогу, собственно говоря, общежитие И спортивный зал Этого университета И действительно большая территория Квату Которая имеет озеленение Там есть пруд, там есть речка И центр города Наверное, были прекрасными Но если кто-то не представляет себе, что такое кампус В интернете сейчас нет времени загоглить То это огромный комплекс Где есть и спортивные объекты И культурные объекты И лаборатории А не просто общаги Где живут на кроватях в два этажа студенты И это тоже очень большие финансовые вложения Я пока не видела, что, например, какого-нибудь Минобра Была такая стратегия генеральная Там федеральные программы по строительству кампусов В Российской Федерации Вы знаете, вот если речь идет про студентов Про студенческую, мне кажется, жизнь То у нас же часто возникают вопросы Дескать, почему наши местные уроженцы Уезжают в другие города В другие регионы Почему у нас так велик отток кадров И речь, мне кажется, здесь не только должна идти о том Что у нас нет кампуса У нас общежитие не очень пригодное Речь вообще должна идти во всей системе высшего образования Потому что, наверное, в других регионах Люди ищут себе более высокий уровень образования Как такового И здесь все это находится в комплексе на самом деле Потому что студенты должны чем-то заниматься Их нужно чем-то занимать И они должны понимать, что в этом городе Они найдут себе применение Зачастую сегодня горизонт планирования очень низкий И я думаю, что здесь речь должна идти во всем В общем комплексе А не только о том, насколько удобно общежитие В принципе Большесловно Это требование современности Когда уже на этом нельзя останавливаться Что еще было вчера обозначено Как раз заговорили про пешеходные зоны Уже Антон говорил про пешеходные зоны Тем не менее, вот эта история с оврагами и с вересняками Она неоднократно озвучивалась И снова она озвучивалась вчера О большом комплексе, о больших планах Именно на вересняке В том числе имеется в виду и спортивные объекты Которые сейчас там строятся И еще будут построены Если мы будем смотреть на весь район вересняков Что он сейчас из себя представляет Очевидно, гигантская программа по переселению По предоставлению жилья и так далее Потому что там же люди живут сейчас В каких условиях мы знаем Тут может очень легко понять Почему речь идет именно об оврагах и ссорах И бересняках Это те незастроенные территории в центре города Которые есть Всегда легче заработать На что-то строим Трудно же, как Антон говорит Привести в порядок хотя бы что есть Надо ведь дальше что-то Как бы Вот То есть такая прагматическая цель Ну, она такая То есть приведение в порядок подземных коммуникаций Это затраты А новое строительство это доходы потенциальные Нужно делать и то, и другое Но и это вопрос как раз по привлечению И федеральных средств, и инвесторов А с инвесторами у нас, как известно, тяжело Эти вещи можно привести не за счет бюджета А потом бюджет будет зарабатывать За счет того, что территория начинает приносить пользу Вообще вот район Вересняков, честно говоря Этот район существовал в 1974 году То есть и прошло вот сколько лет И он до сих пор существует На самом деле, конечно, в 21 веке Таких районов, как Вересняки, существовать не должно Это неуважение к людям Если вы были в Вересняках, мы как-то ездили с Игорем Багином С коллегой Анатолием Курбатого Искали там один момент, связанный с его семьей И мы там походили по домам То, что там увидели, это, конечно, совершенно жутко Это такое неуважение к людям Это настолько депрессивный, страшный, жуткий район И недавно, может быть, вы читали Вышло исследование журналиста СНОБа Игоря Залюбовина О том, что Киров самый закредитованный город России И вот оттуда из Вересняков тоже был репортаж Но настолько это ужасный и жуткий Что, конечно, я бы все деньги, которые на какие-то там овраги И на какие-то моменты отдал бы Чтобы просто людям обеспечить нормальные жилищные условия Потому что жить по колено в воде полгода И в бараках разваливающих, гниющих Это просто невозможно И это страшно Ну, я по работе там был в десятки раз Как раз мы эти все бараки переводим Ну, я работал Переводили в непригодные для жилья Вывали статус аварийного Да, ветхого аварийного жилья Как ни странно Процентов, наверное, 40 населения не хотят туда переезжать Они там на заднем дворе построили баньки себе Беседочки И замечательно живут Когда разлив, они там рыбачат хорошо Ну, когда разлив, они просто уезжают в городские квартиры И там куда-то еще А еще там такие Уже там появились такие люди Мы их просто переводим аварийно Государство им дает жилье Они переезжают там в какой-нибудь там На Красный Химик Продают квартиру за 800, там за 900 тысяч Покупают снова за 250 в Ересниках Команатушку И тратят эти деньги на эту жизнь на Ересниках А по условиям там были такие ужасные вещи Я так помню, мы зашли в одну квартиру И на первом этаже не было пола Потому что местные жители просто Нет, они просто его сожгли Ну, это помещение прямо пол собирали И прямо в жуйка Ты считаешь, что это нормально, что ли? Это не нормально, но я к тому, что там Ну, как можно вообще оправдывать эту бедность, эту разруху? Дело-то вот в нашей стране, в богатейшей стране Я согласна, я согласна с вами Но смотрите, мы не можем рассуждать здесь в парадигме Давайте деньги с оврагов отдадим на вересники Потому что их нет Денег на овраги нет Денег на вересники нет Вопрос в том, как решить и ту, и другую задачу Ну и враги и вересники можно решить не за счет федерального бюджета И не за счет местного бюджета То есть можно за счет инвестиций Прервемся сейчас на полторы минуты И поразмышляем, как это возможно Вчера, в среду, была программа «Урбан» В ней приняли участие глава региона Игорь Васильев И сети-менеджер Илья Шульгин Они начали озвучивать те планы и проекты Которые закладываются в программу подготовки К празднованию 650-летия Кирова Мы сейчас не про праздник говорим А про преобразование, которое в городе планируется произвести к этой дате А праздник потом ближе уже к дате Праздник потом обсудим Как сказал Шульгин, праздник организовать нужно быстро Сам праздник, саму дату просто используют для того, чтобы с федеральных средств Ну да, это не секрет И это многие используют, безусловно У нас, к сожалению, не так много причин для того, чтобы заходить к федералам Потому что у нас ни универсиад, ни олимпиад, ни чемпионатов мира по футболу не проводятся Но тем не менее Мы с вами заговорили до перерыва Огромной части, действительно, центра города Прилегающей к Вятке Это цепочка оврагов засора и вересники Большая такая часть города То, что мы не понимаем Это как можно поднять такую гигантскую часть Не имея вот сейчас никаких средств на это А как не имея город и область, они просто имеют землю Соответственно, это огромный кусок Сейчас, подождите Мы это с вами обсудим Просто у нас есть слушатели Давайте перейдем звонок Добрый день, в эфире Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Константин Константин, ваши четкие предложения Давайте, времени очень немного Четкое предложение Мне нужно, кажется, в нашей дискуссии перейти от рассматривания предложения о клумбочках и фонтанчиках Под этим я имею ввиду любой объект Даже концертный зал или там Потому что это принципиально ничего не меняет Мы должны обсуждать генплан города Который будет делаться сейчас без нас Без нашего участия И принципиально он ничего не решит А у нас требуется инвентаризация каждого квартала города Кирова Новая схема с новыми путями движения Которые должны быть сейчас начерчены И между ними, которые районы образуются Там должна быть полная инвентаризация всего И районы у нас не один только там эти, вересники У нас куча других районов И всеми ими нужно заниматься И по центру вот Мы сколько говорим, что исторический город Или улицу Дрелевского нужно сделать пешеходной Как вы ее сделаете? Если вы не сделаете, допустим, тоннель от улицы Профсоюзной В сторону Нововятска Сделайте тоннель там Какой тоннель? Профсоюзный в Нововятске? Подземный? Какой тоннель? Что вы имеете ввиду? Тоннель это... Москва едет под землей На земле Метро, что ли, вы предлагаете рыть? Почему метро? Тоннель, тоннель От Профсоюзной, от Старого моста до Нововятска От Старого моста Бешеное количество километров Подземный автомобильный туннель Подземный автомобильный туннель Там эта проблема решается Строиться на Третьего моста через Мельсейскую И весь трафик будет уходить Да, спасибо, мы вас поняли Спасибо, Константин, за такой основательный подход Ну, Константин, на самом деле, озвучивает историю И озвучивает мнение, которое неоднократно, в том числе и профессионалы Озвучивает, что, конечно, город нуждается в инвентаризации Потому что история про то, что мы не знаем, в каком статусе у нас земля В каком статусе у нас помещение Она до сих пор существует Достаточно привести самый простой пример Может быть, вы знаете больше Ну, я просто знаю по практике проекта 30 скверов Помните, как это было, да? Где нам взять участки под скверы? Под скверы тут, бац, выясняется прямо здесь же на совещании У нас есть 140 пустырей Ну вот Муниципальная земля Муниципальная земля, которую никакой статус не придали и прочее Или недавняя история Ну, я просто прикладные, о которых мы уже говорили Недавняя история со строительством торгового центра Макси, вы помните И с рекой Люльченко, которой мы тоже занимаемся Где вдруг выясняется, что прилегающая территория, от которой Макси отказалась Чтобы не благоустраивать, видимо, там сквер Она отдана в аренду непонятной совершенно компании Под непонятное строительство Даже непонятно, где их там искать Что там можно вообще построить, потому что это узкий участок Вот тебе, пожалуйста, это тоже всплывает в процессе обсуждения Много раз было, что кажется Так вот же сквер, можно его благоустроить И потом оказывается, а нет, это уже и не сквер А люди уже начали благоустроить Да, на самом деле, вот такие случаи были Самые яркие, это сквер для каждого из дорожников Который оказался, кажется, не сквером, а местом для строительства офисного здания Налоговой инспекции Да, примеров было очень много, на самом деле И здесь какие-то люди играют на том, что мы просто все не представляем Что в городе, где находится и в каком статусе Это удобная, да, такая история Это очень удобно для тех, кто хочет реализовать свои какие-то проекты и цели А как же открытая обрадастровая карта Но надо напомнить Посмотреть, выяснить Надо напомнить На самом деле, там очень много нюансов, Володя Надо напомнить, что генплан уже сейчас новый отдан в разработку Конкурсы и процедуры проведены Насколько я помню, Новосибирский институт Они, кстати, комментируем немножко не прав Обсуждение генплана будет на Урбанфоруме все два дня То есть там будут предварительные проекты И все, будет глубочайшее обсуждение с жителями города На всех этапах 23-24 октября на площадке Детского космического центра И инженериума будет обсуждение в том числе и проекта нового генплана города Пожалуйста, приходите, он будет открытым Следом за ним пойдет фестиваль зодчества Где тоже будет продолжаться дискуссия на эту тему Пожалуйста, вот только что в сентябре стартовала разработка генплана В октябре уже начнут предварительно его обсуждать Вообще вопрос про генплан очень правильный И про развитие районов тоже он абсолютно точен Потому что, да, много говорим про центр города Про то, как его сделать более благоустроенным И более грамотно это сделать Но то, что касается стратегии самого развития города У нас одна из проблем заключалась в том, что Ее вообще в принципе не было То есть вот именно то, что было очень много точечной застройки Очень много появлялось каких-то объектов Которые вообще, как грибы после дождя возникали Торговые центры, новые какие-то То это как раз вследствие того, что предыдущий-то генплан Он был ли выполнен в том виде, в котором он был подготовлен В предыдущий промежуток времени? Конечно, нет То есть на самом деле генплан оставался бумажкой Которая никому была не нужна И являлась чистой формальностью И вот от этого подхода тоже нужно отходить Потому что генплан – это главный документ По развитию, по стратегии развития города И сегодня мы еще долго будем пожинать плоды Предыдущего промежутка времени Когда у нас там построен ЖК «Алая паруса» Из-за которого, так сказать, есть Там, да Есть очень большие опасения Что, в общем-то, транспортному какому-то балансу И урбанистическому балансу в этой части города Придут очень серьезные такие проблемы, скажем так И не только по этому объекту, по многим другим Но это следствие той политики, которая проводилась в предыдущей промежутке Вот смотрите, мы к чему приходим Ведь всегда одно из первых Там первый аргумент против Который называют скептики Это отсутствие денег А второй аргумент против Ну, это все на нашем опыте основано Это то, что новый генплан нарисуют Планы нарисуют, деньги нарисуют Ну, скажут там, да А кто это все будет выполнять И выполнит ли Потому что наша практика, наша жизнь показывает Что вот генплан нарушался во всех своих возможных местах Этот проект начинали забрасывать Этот проект начинали, забросили Вот системное проведение всех этих инициатив Исследований генплану в жизнь Наверное, будет самым главным показателем того Насколько команда в городе и в регионе Действительно успешно работает Это я так думаю Я с вами полностью согласен И на самом деле У меня еще есть вопросы Как-то тоже здесь говорили Про то, что в новую эпоху нужно вступать Не только с новыми идеями Но и с новыми исполнителями Которые должны генерировать эти идеи И продвигать их дальше И мне не совсем понятно Почему до сих пор Там архитектура и голосиста Руководят те люди Которые, по-моему Работа которых вызывает у всех вопросы По предыдущему промежутку времени И я вот очень сильно сомневаюсь Что эти люди компетентны в своей среде При том, что уже приезжали специалисты Из других городов Специалисты, которые имеют Очень неплохие результаты В других городах Вот сейчас подключен Новосибирский институт И хочется надеяться На освежение и кадрового Здесь какого-то ресурса И интеллектуального ресурса И вообще в целом На то, что вот эти идеи Будут реализовать другие люди Не те люди, которые руководили Этой сферой до сих пор Потому что это неудачный опыт Антон, Анатолий, у меня вот еще Какой вопрос Действительно, да, тут уже не за горами И получается, ну, зная вот сейчас Темпы прироста населения Областного центра Мы где-то к 600-м-то тысячам Наверное, подберемся, да К 2024 году Ну, сейчас 500 с небольшим Ладно, я о чем Мы говорили, правда, да Про эти огромные деньги Надеемся на федеральные деньги И софинансирование Из местных бюджетов А у меня вопрос А что каждый из нас Ведь мы в этом городе живем И наши дети в нем будут жить Что каждый-то из нас Может сделать К юбилею Как вы на этот вопрос можете ответить? Что, позиция горожан Какая должна быть? Мы ждем и требуем И контролируем Или что-то еще мы делаем? Я бы хотел, чтобы у них было Участие У нас Угрожен Да, потому что Сейчас все, что происходит Как-то все безучастно И людям неинтересно И вот гораздо На самом деле Интереснее обсуждать Какой-то памятник Николаю Который там Стоит И его там Даже 5% населения Не увидят никогда Но обсуждение было бурное А тротуары Которые они каждый день Ходят разбиты Или автобусы Которые там чадят И едят непроисписание И почему-то никого не волнует Ну, во всяком случае Об обсуждениях И в какой форме Это должно быть Начать любить себя Начать любить себя И обсуждать именно то Что тебя С чем-то соприкасаешься Каждый день Вот и все То есть Рецепт простой Ну и соответственно Контроль, контроль Только контроль Потому что Вчера Илья Вячеславович сказал Что в Кольцовском парке Они там посадят Большие меры Посадили вроде уже Я не была У цирка А, это у цирка И типа сразу все изменится Ничего там Илья Вячеславович не изменится Там абсолютно Как Антон Брайан сказал Некомпетентно Какие-то люди составили проект Он очень старый Он абсолютно не отвечает Несмотря на требования Там люди В этот парк ходят И в местах Пять из них Они просто перебегают дорогу И не переходят через грязь Там нет ни одного газона И ливневая канализация Которая там будет введена И там крупные деревья Никак не изменят ситуацию Он устарел этот парк Еще при начале реализации Это проект Надо менять подход Вот опять же тоже Вот возьмем сквер Недавно замечательный Который открылся Спарящий камень Вроде все красиво Хорошо Но честно говоря Ну это не сквер Они просто взяли Претензии Не к ККС Да Как видно Нет претензий К Симакову У меня претензия К той Создал проект Почему они вырубили все деревья И сделали Ну просто пустырь Да с фонтанчиком Ну не все Не все Там я все-таки Специально проехала Одиннадцать деревья Они срубили Пять из них были признаны аварийными И остались И в итоге да Сейчас дети деревья Которые подсадят Они когда вырастут Через 10 Там есть 3 или 4 дерева Больших сейчас Ну вся дорога Вот эта казанская По которой постоянно Едут машины Она никак Не разрывается С фонтанами Там нет ощущения отдыха И почему Нельзя было Это хорошая задача Поэтому это Оставьте еще время Антону Мы это обсуждали Поэтому вот Я уже тут рассказывала В эфире И признавала Что вот этот проект Тритисферов Который я инициировала И веду Я так переживала Что не получилось Сделать в прошлом году Позапрошлом А в этом году Я пришла к мысли Может быть и слава богу Что не получилось Потому что не с кем Проектировать Совершенно Именно в том Что почему-то у нас Все что-то начинают делать Мы разрушаем все до основания И делаем все заново Это же Кочевский парк Там была куча тропинок Которые нам просто Посадить проект На эти тропинки Ничего не это Этот же сквер Тоже все вырубили И поставили свое Но все равно спасибо Давайте Давайте На ошибках на этих учиться Слава богу Что это не целый парк Не целый Это вопрос специалистов Вот только что же Антон сказал Специалистов Понимаешь Ты видел эти проекты скверов Которые изначально нам Не буду говорить Кто проектировал Это деревянные беседки Это белые Под прямым углом Бордюрчики И бархатцы Вот все что планирует И не только городская служба И я совершенно верно Я согласна Что необходимые компетенции Набирать действующим специалистам И приглашать сторонних Антон А рули каждого кировчанина В подготовке Все таки На самом деле Это очень сложный вопрос И тем не менее Я считаю Что ответ на него Очень банален Нужно перестать быть Безразличным Перестать относиться К всему как данность К тому что у нас Все плохо И мы ничего не изменим Если с таким подходом жить То все будет только хуже Потому что Когда мы Для себя Принимаем Текущее положение дел Мы свыкаемся с тем Что все будет еще хуже Потому что мы Ничего не можем решить Поэтому ответ здесь Он банален Но его нужно проговорить Нужно участвовать В общественной политической жизни Ходить на общественное слушание Писать депутатам Участвовать во всех процессах Потому что Сейчас есть Возможности Этим заниматься И нужно Перестать Постоянно ныть В соцсетях Постоянно акцентировать Внимание на том Что безысходность какая-то И так далее На низовом уровне Это вполне реальные возможности Вот допустим Я приведу кратко пример У меня на Азино Там на перекрестке С Дериндела Крысы завелись То есть гигантские Огромные крысы Люди ходят Говорят Ну что завелись здесь Ну вот мы жили В 50-е годы После войны Барака Крысы бегали гигантские Я говорю Так давайте напишем Все написали везде В принципе провели Две процедуры дератизации Их оттуда убрали В чем проблема Зачем вспоминать Какие-то негативные моменты Из жизни Да можно жить В вересняках Деревянных бараках Можно жить Люди ко всему привыкают Но нужно идти вперед Нужно пытаться делать так Чтобы жизнь изменилась И есть примеры Вот как у Анатолия Курбатова Игоря Багина Других многих Успешных городских активистов Как у Светланы Занькова Когда люди Взяли и изменили Хоть это и малые дела Но из малых дел Делаются большие Поэтому можно сказать Что ну сквер Ну и есть сквер Нет сквер Какая разница На самом деле Разница она колоссальная Она огромная Это преображение Окружающее нас пространство Теперь Многое уже будет меняться В голове Когда меняется в голове Меняется и снаружи Спасибо большое Спасибо Антон Касанов Вот хоть бери сейчас Нарезай фразу Антона И вешай девизы Призывы Подготовки к 650-летию Так и сделаем Анатолий Курбатов Антон Касанов Мы обсуждали вчерашний эфир Урбан Его можно переслушать На сайте Эхакирова.ру Пересмотреть И пересмотреть Что важно Совершенно верно Сейчас мы прервемся На новости Тематические программы Рекламу Через 20 минут Я вернусь С особым мнением Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...